всем привет друзья с вами Дмитрий Дина и канал в деревню давно не виделись как говорится мы сейчас находимся на стройплощадке на нашей непрерывной это в данный момент это санузел и что мы здесь делаем а делаем мы здесь следующее у нас видите на потолке сейчас такой образовался каркас металлический из профиля это профиль кто знает да под гипсокартон то есть мы хотим потолок закрыть гипсокартоном в нашем санузле в данный момент Дина наносит грунтовку то есть мы грунтуем вот этот вот наш бетонный армопояс это всего здесь две стены у нас такого плана получается далее идет просто гипсокартон который тоже будет загрунтован и вот так вот вдоль всего всего вот этого нашего каркаса для чего грунтуем защита от влаги это первое второе это обеспыливание чтобы к этому бетону в частности и к этому гипсокартону нужно было потом приклеить скотчем в пароизоляцию потолка нашего то есть мы потолок будем изолировать от воды потому что это такое весьма влажное помещение будет санузел с душевой поэтому надо будет защитить потом естественно это пойдет гипсокартон вот в этом углу я уже сделал вентиляцию 125 пластиковая труба она работает из нее даже иногда капает конденсат мне вот тут такой ведерко сейчас ставит времянка а потому что наверху труба еще не утеплена она выведена просто на чердак пока мы сейчас временно заглушим гипсокартоном капать она перестанет потом ее нужно будет просто вывести как сюда в душевую и воткнуть туда вентилятор для принудительной вентиляции и также ее нужно будет вывести на улицу на крышу под конек но это будет отдельная серия скорее всего также у нас вот здесь вот в уголку выведены вернее не выведена сделаны две вот таких вот два таких отверстия одно из них под канализационную трубу 110 то есть унитаз и раковина второго этажа будет туда сливаться а второе отверстие для того чтобы затащить туда потом подачу и обратку отопления а также трубу холодного водоснабжения горячего водоснабжения у нас туда заводиться не будет горячую воду мы будем получать из этого бойлера который я собираюсь переставить на второй этаж на первом этаже мы будем гвс горячее водоснабжение организовывать с помощью бойлера косвенного нагрева вот как-то так пока все это выглядит война и немцы как говорится здесь у нас стоит моечка-времянка которая будет потом на постоянную фаянсовую заменена а вот в этом уголку где сейчас у нас такая дверной проем он будет заделан и перенесен немножко вот сюда к другой стене в этом же месте мы сделаем так называемый душевой уголок то есть делаем гидроизоляцию как пола так и стен стены кстати у нас из обыкновенного гипсокартона мы решили не перекрывать их влагостойким сделаем просто хорошую гидроизоляцию и на эти стены прекрасно я думаю ляжет кафель то есть будет построен такой поддончик и из гипсокартона и кафельной плитки будут сделаны стены и там в этом уголку мы будем принимать душ грунтовку используем вот такую это не реклама это просто вот я схватил в магазине первое попавшееся и решил здесь написано один к пяти то есть ну там разные концентрации для разных задач мы сделали один к трем для наших целей это вполне себе достаточно можете конечно критиковать мой выбор но будет поздно на момент публикации видео не только будет загрунтована но скорее всего уже будет сделан потолок но друзья мои сейчас идет у нас наклеечка на двухсторонний скотч пароизоляции так называемой пленочки которая будет отсекать у нас влагу от нашего утеплителя и затем пойдет гипсокартон ну кто-то может быть скажет там не по технологии там или еще что-то углядит какие-то несуразности но я думаю что для нас это будет вполне себе то есть мы я считаю неплохо загерметизируем и течу влагу у нас сейчас будет здесь вот нахлёст второго слоя мы пройдемся скотчем и потом все это будет у нас довольно жестко прижато гипсокартоном ну вот друзья мои финальная сцена как говорится потолок красивенький такой у нас закрытой пароизоляцией места примыкания к стене мы проклеили скотчем то есть все по периметру весь контур проклеен также мы проклеили стык нахлёст вот этих двух листов пароизоляции то есть вот он скотч скотч взяли такой средненький не стали брать самый там дорогущий потому что я повторюсь во первых это все будет гипсокартоном притянуто хорошенько гипсокартон тоже будет влагозащищенный то есть пару вариантов просочиться наверх будет очень мало и периметр потом после того как гипсокартон ляжет на потолок периметр я пройдусь еще каким-нибудь герметиком чтобы вообще исключить какое-либо проникновение в пара наверх чуть позже после того как гипсокартон будет на потолке я просверлил там круглое отверстие со стороны чердака для того чтобы вентиляцию на вывести и уже наверно ближе к лету сделаю вот здесь еще отверстие как вы помните под канализацию второго этажа и отопление водоснабжения второго этажа все это дело мы потом также загерметизируем и здесь будет такая декоративная ниша все трубы будут спрятаны в нишу которую я наверно построю опять же из гипсокартона на сегодня с потолочными работами мы решили закончить весь день попрыгали тут по лесенкам немножко подустали но я с вами прощаюсь всем пока до новых встреч вот у кого-то коты не едят то не едят все обратите внимание что кушает мурзон при том что его регулярно кормят кошачьим кормом я вынес морковку вернее набор для винегрета на улицу остыть немножко и мурзон упер одну морковку вот уже наполовину ее съел хотя повторюсь он не голодает мы его регулярно кормим просто вот что-то ему не хватило для счастья он решил приесть эту морковку видите как он с аппетитом ее трескает и 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